Копейка Куда вам деться, мой выстрел? Хлоп! Девятка в сердце, десятка в лоб И черной точкой на белый лист Легла та ночка на мою жизнь Владимир Высоцкий, снайпер Эй, йоу! Всем привет, братья мои и сестры, друзья мои и подружки! С тобой, как всегда, я отец Шумор, и добро пожаловать в Insurgency Sandstorm! Значит, я снимал для тебя самый реалистичный шутер Insurgency Совсем недавно, и ты мне поставил миллион тысяч лайков и сказал, отец, я хочу еще И я тебе пообещал, что я поиграю с тобой за снайпера И посмотрю, как работает снайпер в самом реалистичном шутере 2022 года Он был и в 2021 самым реалистичным, понимаешь? Потому что одна пулька и один труп, как говорится, да? Мне ребята, конечно, со мной спорили, говорят, отец, есть еще реалистичные шутеры Но я говорю, ребята, блядь, ну Insurgency же самый реалистичный И мне кажется, что я прав Поэтому давай посмотрим, как работает снайпер Как мы с тобой будем себя чувствовать, и почему я вообще девочка такая здесь Подожди, дай-ка я настрою себе персонажа Итак, значит, персонаж, во-первых, я хочу быть Я хочу быть Подожди, голова у меня здесь Подожди, а это я... А, это я не девочка или я девочка? Я не могу понять Это я мальчик или нет? Подожди, ну я же девочка явная Снаряжение случайное Подожди, я мужчина или девочка? Я не могу понять А не, я вроде мужчина Подожди, я мужчина или не мужчина? Нет, я-то мужчина, подожди Лицо Хиджаб Так, подожди, персонаж волосы цвет волос например татуировка голос посмотреть броню enter ну-ка да я я явно девочка то есть но очень тяжело конечно очень тяжело понять вот пол у меня здесь можно вот теперь я мужчина пол переключатель там поставили вот хочу быть муж мужчиной девочка я уже поиграл и хочу сделать настоящего снайпера давай мы с тобой сделаем те кстати спасибо за играйпа посмотрим какая здесь кастомизация но и шуток вот будет просто мужчина и przez вовремя будет догай бить за час назад такой волосы на лице-то при уиках борода такая так и у него есть здесь щетинка мне борода пускай будет пускай и борода будет значит цвет волос для нее будет такой вот будет знаешь татуировка бета у него будет типа я играю с беты и здесь у него тоже будет бета Значит, схерак. Все, голова теперь у нас пошла. Снайпер же я, да? Бля, нахуй я тогда ему делал лицо? ЧВК. Вон, пожалуйста, развернутые шлемы. А я ничего не могу здесь сделать, да? Я могу только выбрать. Вот такой вот будет, пускай. Все, лицо. Лицо уже не важно, на самом деле. Лицо уже не важно. Мне нужно... Мне нужно сделать туловище персонажу. Блузка у него будет. Облегающая парка у него будет. Пускай у него будет парка вот такая вот. Парка. Все, я снайпер, на самом деле. Все, мой снайпер готов. Но теперь мне нужно настроить другое снаряжение. Снайпер. Я еще ни разу не играл за снайпера в эту игру. Поэтому даже не знаю, какую использовать винтовку. Бля, слушай, давай М24 попробуем. А улучшения мы какие-нибудь можем заебашить? Пламегасик, глушитель. Снайпер с глушаком. Во, заебись. Снайперский прицел 7Х. А я хочу 4-1Х. 4-1Х. 6Х-3Х будет снайперский прицел у него. Кстати, патроны трассирующие нам не нужно. Внешне мы ничего не меняем. Смазанный затвор нужен ему. Подствольник ему. Он, пожалуй, с рукояточки будет работать. И смазанный затвор. Все. У меня все заебись. Мой снайпер готов. Все остальное. Там легкая броня. У него легкая разгрузка. Все это хорошо. Все, значит, пошли играть теперь. Получайте удовольствие. Поехали. Ву! Ну что, братишки мои, сестреночки. Время пришло поиграть за снайпера в инсержинсе. Я обещал на прошлом видео по инсержинсе, что я поиграю для тебя за снайпера в инсержинсе. И я здесь. Значит, а так. Собрали мы с тобой оружие. Задача снайпера в инсержинсе не умирать и убивать. Эта игра непростая. Это очень реалистичный шутер. Один выстрел, один труп. Тебе не дадут здесь постреляться, повыбивать броню у противника. Поэтому нашей задачей будет прикрывать наших и уничтожать вражеских снайперов. Самый главный враг для снайпера в данном случае, да, в этой игре, по крайней мере, это другой снайпер. Потому что его позиция даст тебе без дюлей. Скажем так, да. Снайпер это самый обзорный класс. То есть он должен занимать здесь важные позиции. И здесь не существует такого понятия, как крысинг. Конкретно в этой игре. Потому что вариация умереть... Ай-яй-яй. Умереть от одного патрона крайне высока. Бля, не хочу разбивать окно по лицу. Опа-на, подлак. У нас пацана припиздякнули. Живой? Покатился. Значит, снайпер вражеский снял только что нашего мальчишку. Задача наша отыграть эффективно и помогать нашим ребятам продвигаться на точке. То есть есть штурмовики, которые продвигаются на точке. Соответственно, снайпер работает на дальние дистанции в основном. И, соответственно, прикрывает всех. Так это работает во всех играх. А в реалистичных шутерах это работает в двойне. Ой, красава мой. Выбил дверь. Блядь, все очень плохо. Мне нужно числануть. Нам нужно числануть наши цели. Я не знаю точно этих карт. Поэтому я не знаю, какую позицию будет выбрать пизжи. Потому что в подобных играх есть... Кто бегает? Пиздатые позиции, есть не пиздатые. Сейчас мы с тобой изучаем момент. Нам нужно... Охуеть! Я увидел головку! Вот о чем я тебе говорил. У человека очень грамотно выбрана позиция. То есть человек занял. Он снайпер, понимаешь? Он знает свою позицию, и он занял ее. Ладно, хорошо. Сейчас я ему покажу. Я знаю, где теперь примерно лежит тот молодой человек. Я думаю, он будет играть по таким позициям. Поэтому мы будем с тобой сейчас вычислять эти позиции и, соответственно, разъебенивать. Ты знаешь, мне Insurgency очень нравится, как игра. В ее вот этой реалистичной составляющей. То, что ты не можешь рассчитывать на свою броню. Да, и просто так там бегать, как идиот, допустим, с каким-то видом вооружения определенным. Да, вот как многие. Берут снайперскую винтовку, там и пытаются носиться. Здесь это не работает, потому что тебя убьют с двух пуль, пока ты будешь пробегать мимо с любого автоматического... Ебаный свет! Можно числануть. Вычислять нужно очень грамотно в этой игре. Это тебе не простой шутанчик. Аркадный. Чекаем все, просматриваем все. Ищем свою цель. Ищем внимательно. А вот и моя цель. Минус. Это был один из вражеских снайперов, который занял позицию. Хорошо, работаем дальше. Нужно чекать дальше периметр. Еще один. Минус. Да, готов. Нужно быть очень внимательным. Мишка, плюшевый мишка. Так, хорошо. Опа, папа, 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 папа. Это ДМРК какая-то стреляет. Блядь! И сидит чел, уже перекрыл нашу позицию. Хорошо, понял. О чем я тебе говорил, да? То есть я с снайперской винтовкой решил резко поменять позицию и побежал, как будто я воин... Красава, тоже посланул. А, как будто я воин-штурмовик. Это хуёво для меня. То есть если я играю как снайпер, я и должен действовать максимально снайперски настроенным молодым человеком. Значит, я должен выполнять свою роль, да? У каждого бойца должна быть своя роль. Моя роль это дальние дистанции и вычисления противника. Заметь, вражеский снайпер, который сидел там на позиции, больше не занимает ее. Потому что знает, что... Я, например, числонул позицию, я знаю, что там может сидеть хуй. То есть я теперь ее буду прочекивать. Но он может занять какую-то другую ближнюю позицию, потому что ему нравится, видимо, отстреливать здесь наших ребятишек. А если ему нравится здесь отстреливать наших ребятишек, нам нужно помешать отстреливать ему наших ребятишек. По мне огня не было. Позиция точно не занимается. Сейчас понял. Кто-то видел, что я здесь. Блядь, это хуительная игра, просто я от нее очень тащусь. Я не знаю, как ты, если миллион тысяч лайков будешь ставить, я тебе разные поснимаю в ней. Потому что это одна из тех игр, которые доставляет, понимаешь? Вот именно одна из тех военных, милитари настоящих игр, которые доставляет удовольствие. Не просто аркадный шутан. Как, например, Warzone, да, там, или еще какие-то игры. Шутан на внимательность, сообразительность. Мне нужно чеслануть мальчишку, который снял меня в первый раз. Но он явно сменил позиции. Ну, то есть ни один нормальный игрок, который играет снайперским классом, не будет сидеть на одной и той же позиции после опиздюления. То есть, это крайне глупо. Мне нужна какая-то другая позиция, и желательно, чтобы это была высота. мне очень нужна высота найдем высоту все у нас будет заебцом играть нужно очень аккуратно за каждым углом тебя может ждать молодой человек и раздать визу ляточку на махнатить махнаточку пепероники разогревали уй увидел меня присел договорит задирать хорошо хорошо он знает что я здесь этот чел будет пытаться меня убить очевидно его задача сблизиться не попал еще ок сменил позицию и жмет меня уже с другой позиции потому что он знает что его числа но шутер реалистично это те не просто взял выстрелила ну высунулся пострелял мне нужно здесь вычислять дальше здесь однозначно можно могут быть люди молодые красивые ребята которые хотят со мной станцевать минус работаем дальше работать нужно хладнокровно и внимательно пока наши ребята продвигаются на позицию вообще в этом режиме как я понимаю задача уничтожить больше противника у них есть волны возрождения и как только эти волны возрождения кончаются соответственно ты побеждаешь чекаем все в нем а это наш это наш до блять у его знает наш или наш там метка была пока на этой позиции находимся пока нас не выбьют отсюда пожалуйста охуел блять поймал меня понимаешь поймал меня красава 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 мне это нравится от меня возбуждает видишь все ребята играют аккуратно на самом деле здесь нет никакого крысинга и тактическая игра надо попробовать выбить челика здравствуйте твоя ошибка мертв видишь какие ошибки совершают глупые ребята они не понимают что они октября наш мне кажется устой позиции может вылезти хуй хорошо еще один контакт у нас есть никакой брони никаких там прострел пошел чекаем окружение дальше очень важно просматривать все вокруг это наш это не наш помогли нашему подсаппортили постоянно кто-то топает вокруг для тех и непонятно паника они каждая сани к какой нами это мой персонаж говорит для тех и непонятно не чувствуется моя позиция могу здесь я могу здесь работать хорошо убил нет непонятно было я не видел крови это же это же снайперская позиция напротив меня я могу перекрывать этот дом еще будут ребята очень внимательно минус ебало не аккуратно вылез слева вроде никто не жмет не перекрывает мою позицию у меня очень хороший позит сейчас минус вражеский снайпер высунулся очень важно вещь нужно на реакции работать нужно знать что ты делаешь одно неловкое движение вражеского снайпера и он мертв и либо я промахнусь если я тоже буду мертв не такая дистанция мне не нравится я не знаю как лучше одевать здесь пушку на самом деле потому что не очень опытный в этом плане но еще не играл много да но сука тебе вообще нравится играть снайпером в играх играешь аккуратно как крыса ну в смысле и тактически или ломишься вперед в этой игре не поражешь к сожалению надо попробовать конечно агрессивно попробовать но возможно нужна какая-то дмр очка странно что они не занимают позицию они должны это хороший дом чтобы наших отстреливать но видимо никто туда суваться не хочет а дом пиздатый на самом деле для них это что же да все все ребята все успокойтесь пизданута для них там был хороший дом на самом деле было охуительно имбы оттуда бы ебать бы наш но они не знали откуда их убивает снайпер понимаешь поэтому они больше не занимают эту позицию можно агрессивно попробовать сейчас сыграть не знаю что у меня получится у них волну же 0 поэтому он остались крысики ну не крысики а ребята которые так тяну до крысы которые сидят просто часы получают удовольствие своих позиций здравствуйте сидит думал я не вижу блять блять пуля насквозь ёбаный насос это пуля летит насквозь я люблю кушать лосось он тут вдохновение как вы понимаешь непонятно раздражает когда пуля летит насквозь я не знаю надо будет пересмотреть запись по моему я стрелял нормально он наш пробежал снайперскую позицию задымили видимо там противник то есть это не про не просто так делается значит кого-то ребята там увидели а если увидели значит вот там и олрайт дельта keep on rolling высунется не будет будет у меня жертва я уверен должен вылезти сука но мы побеждаем мы очень хорошо их отрабатываем и не умираем то есть мы не то победа значит какая была задача не умирать и убивать то есть чем больше я жизни отдаю тем соответственно волны возрождения у нас кончаются быстрее насколько я понимаю этот режим работает так 12 убийств 4 смерти вот и тем самым ты да если ты умираешь ты подставляешь свою команду так работает во многих играх мы этого не делали и мы сыграли охуенно что значит 17 8 там было 12 4 где 8 раз то умер ёбаный то это написал ой как хорошо мне так понравилось слушая тебе пиши что думаешь вообще ночью братишка моя сестреночка поиграли мы с тобой в insurgency sandstorm а знаешь поиграли за снайпером если у тебя есть какие-то предложения ты хочешь видеть еще я бы поиграл с тобой соответственно за какой-нибудь другой класс на какой-нибудь определенной карте если ты разбираешься и мы с тобой посмотрим у меня пулеметчик откроется на 16 уровне у меня наблюдатель откроется на двадцатом и командир откроется тоже на двадцатом лидер команды который может запрашивать огневую поддержку через бинокль блять интересно на самом деле может заврызни за взрывника папы и поиграть подрывника и так далее значит короче я хочу поизучать еще игру но не знаю насколько тебе это интересно поэтому ты пожалуйста мне дай знать поставь свой лайк напиши интересно тебе еще и на insurgency посмотреть может быть ты знаешь какой-то шутер более реалистичный который можно тоже освоить и как говорится посмотреть на него вместе как бы снайперский геймплей он особенный всегда в играх поэтому сегодня мы с тобой в принципе мне кажется реализовали его достаточно хорошо но соответственно насколько тебе это нравится я узнаю у тебя поэтому спасибо тебе как всегда знаешь за твои лайки комментарии мы увидимся уже с тобой на новом видео пока пока целую муэль